Сегодня, 24 июля, отмечают День флориста, и по случаю праздника мы решили собрать красивый букет. Само название профессии флорист произошло от римской богини Флоры, которая олицетворяла природу и покровительствовала растениям, в частности цветам. В честь Дня флориста наша съемочная группа побывала в цветочной студии и помогла флористу Марине Егоровой собрать самый красивый букет для будущих мам. Марина Егорова с детства любила цветы и вместе с бабушкой собирала их в поле. Сначала она делала букеты из самых обычных полевых цветов, а затем, когда стала профессиональным флористом, начала делать более сложные цветочные композиции из пиановидных рост, альстромерий, пионов и фисташковых веточек. Творческий человек это было с детства у меня. Я очень любила что-то делать руками, любила цветы, но как-то вот это так незаметно, к этому все и пришло. Постепенно рука мастера набивается, ты становишься уверен в себе, поэтому, мне кажется, сейчас это уже можно собрать с закрытыми глазами. Марина поделилась секретами подхода каждому клиенту и рассказала, как нужно правильно составлять букеты на разные случаи жизни. Кроме того, флорист посоветовала зачищать листья в нижней части ствола цветка для того, чтобы букет дольше стоял и радовал глаз. Во-первых, конечно, нужно вести диалог с человеком. За столько лет как-то интуитивно уже начинаешь догадываться, додумывать. Клиент всегда задает тему и плюс ко всему там по тональности выбирают яркие, нежные букеты, по объему. Ну, естественно, для маленькой девочки что-то поменьше, компактное, чтобы, во-первых, ребенку было удобно держать в ручке, как она получит этот букетик, а все остальное там по цветовой гамме – это уже на наше усмотрение флориста. Это такой творческий процесс. День флориста – это еще один прекрасный повод сказать спасибо вашим родным и близким и подарить красивый букет. Алина Рогожна, Владимир Парфенов, Новости Большого округа.